Несмотря на непростую экономическую ситуацию, ремонтировать красноярские дороги в этом году будут по плану. До 2017 года на это потратят почти 700 миллионов рублей. Бороться с ямами и провалами дорожники начнут уже в середине апреля. Центр города практически, а дороги, говорю, как на какой-то трассе спортивной. Приходится лавировать вот так вот между ям. Вся дорога получается в ухабах. Вячеслав шутит, порой ощущает себя сапером. Малейшей неточности машина угодит в яму. В лучшем случае пробьешь колесо. В худшем, как говорят водители, оставишь подвеску. И это в самом центре Красноярска на коммунальном мосту. Впрочем, водитель признается, в последние годы дороги становятся все лучше. Улица Мичурина, то же самое. Черемушки, спортивная, грунтовая так называемая, бетонка. То есть они были вообще в отвратительном состоянии. Реально, вот больше 30 километров там нормально. И то, может быть, только на хорошей машине, на джипе можно было ездить. Сейчас нет, сейчас там хорошие дороги. Тут, я говорю, не буду душой кривить. В этом году на ремонт красноярских дорог дополнительно потратят 100 миллионов рублей из краевого бюджета. Такое заявление сделал губернатор региона Виктор Толоконский накануне. Сейчас чиновники решают, куда направить средства в первую очередь. Аукционы на некоторые виды дорожных работ в краевом центре уже объявили. Известно, что в этом году капитально отремонтируют мост через Качи, участок дороги Красноярский-Несейский, трамвайные пути на проспекте Красноярский рабочий. Вообще же, работают будут идти во всех районах города. Списки сейчас уточняются. Приступить к ремонту дорожного полотна рабочие должны уже в середине апреля. На капитальный ремонт объектов, капитальный ремонт, текущий ремонт объектов уличной дорожной сети города на 15-й год и плановый период 16-17-го годов изначально предусматривалось 688 миллионов рублей из бюджета всех уровней. Безусловно, эта сумма должна быть потрачена как на капитальный ремонт объектов, на текущий ремонт объектов, на аварийно-восстановительный ремонт, а также на обеспечение пешеходной доступности. То есть это ремонт тротуаров, установка необходимой дорожно-знаковой информации. Краевые дороги тоже будут приводить в порядок почти во всех районах региона. Продолжат и масштабную реконструкцию дороги Красноярск-Железногорск. Приступить к работам обещают, как только в краю становятся плюсовые температуры. Работы будут проводиться на дороге Красноярск-Убеково. Это практически на выезде из Красноярска в районе ТЭЦ-3. Там требует вмешательства серьезного достаточно дорога. Значит, работы будут продолжены на дороге Мотыгина-Широкий Лог в Мотыгинском районе, ну и северо-Енисейское направление. Одна из самых тяжелых дорог в Красноярском крае тоже поэтапно, различные участки. Кстати, если раньше больше всего денег доставалось краевому центру, в этом году на ремонт муниципальных дорог по всему краю пойдет около 1 миллиарда 200 миллионов рублей. И прежде всего новые дороги получат те территории, где дольше всего не проходили ремонты. Слава Богу, в прошлом году достаточная сумма была выделена именно на ремонт в городе Каннский. И кое-что подладили. Подделали в этом году несколько меньше. Но все равно это реальная сумма, которая позволит постепенно-постепенно все-таки отремонтировать и сделать вот эти дороги в городе городскими именно, а не ухабами. А на федеральных трассах уже вовсю кипит работа. В Боготольском, Емельяновском, Козульском, Балахтинском и Новоселовском районах рабочие заделывают ямы. А на трассах М53 и М54 уже нанесли дорожную разметку. В этом году планируется строительство обхода Каннска. До 2018 года здесь появится 16 километров абсолютно новой дороги. Дорожники говорят, в этом году приведут в порядок больше 100 километров федеральных трасс. Участки будут выполнены тоже так же на всех направлениях, включая и северные дороги. То есть на крайнем севере это в районе города Дудинки и поселка Тура. Ну а также М53 и М54, самые такие критичные, это конечно у нас в районе Балахтинского и Новоселовского района. На некоторых уже начат и подготовительные работы. Сейчас торги на ремонт краевых и федеральных дорог еще идут. Приступить к работам дорожники планируют в мае. Ольга Тишинина, Виталий Князев и Алексей Овсянников. Новости.